друзья я вас приветствую на своем канале меня зовут маргарита и я начинающая плиту не кашпо и всяких всяких чудностей вообще конечно я занимаюсь этим совсем недавно анонимных алкоголиков вот но где-то я нами занимаюсь эти ноябрь октябрь сентябрь август 44 месяца где-то 5 месяцев 4 месяца где-то вот и очень это дело мне нравится вот когда кашпо у тебя готова потом любуешься и кстати даже если два одинаковые две одинаковые емкости то почему-то всегда длина лозы и рабочей стойки всегда отличается но естественно это же ручная работа поэтому повторить даже если все одинаковое очень тяжело но возможно это потом когда уже опыт большой уже это набивается на сегодня я хочу вам рассказать короче все никак я не могу для тех кто хочет начать вот такое записать видео вот у меня такой тазик объем него 10 литров вот небольшой тазик вот наметила я здесь есть небольшой такой этот полоса вот 36 отверстий но примерно где-то через три сантиметра и я наметила и по дну тоже 36 отверстий ну первоначально две параллельные линии при провела чтобы знать где начало где конец а потом уже здесь уже на глаз где-то сантиметра полтора нет сантиметр ну два сантиметра и уже на глаз 36 отверстий сделала а потом уже когда начинаешь плести уже по очереди все отверстия набираешь и уже тут не ошибешься никак вот ну пластик бывает разное еще что хочу сказать некоторые емкости я сверлила сверлила сверло на 7 вот у меня полутрубка 7 ну где-то 6 где-то 7 вот ну 7 или 8 сверло потому что если осьминожка сюда проходит два раза ротанг поэтому здесь уже отверстие больше должно быть поэтому сверло берется немножко побольше вот а вот этот пластик это пищевой пластик пищевой пластик он обычно когда сверлом его сверлишь то он начинает трескаться здесь я начала сверлом видите немножко треснула емкость поэтому я это оставила сверло и взяла простой паяльник паяльником уже и легче тут уже сама регулируешь какого размера должно быть отверстие ну вот это первоначальная первоначальная емкость мы уже приготовили ну для того чтобы рассчитать размер будем плести последнее время мне нравится осьминожка хотя я большие емкости пила и цилиндры пила высотой там где-то по сантиметров 70 и там осьминожка была вообще огромные такие хвосты вот отсюда появлялись хвосты но что мне нравится осьминожка то то что нельзя можно хвосты уже заправлены хотя начинала я с простого плетения и принципе простое плетение мне тоже очень нравится ну здесь вот тазик он низенький поэтому здесь не столько много будет торчать но я думал где-то полтора метра но два от силы вот поэтому плести будем осьминожкой для того чтобы осьминожку вычесть я вам сейчас расскажу измеряем так где у меня сантиметровая лента измеряем сантиметровой лентой так вот это нам не делать объем тазика объем тазика измеряем а вот она у меня есть у меня вот такая цитрать здесь я записываю все емкости и все расчеты на на плетение ну чтоб потом не ошибиться в общем то ну вот и пишу я стас емкость таз 10 литров таз 10 литров пишу сразу сколько отверстий 36 отверстий вверх у меня три и вниз но там полтора но два пишу плюс два это расстояние между отверстиями ну вот чтобы теперь чтобы высчитать длину стойки вместе с лозой рабочий вот измеряем объем объем таза объем таза у нас выходит 104 хоть он и маленький вот 10 литров всего хотя я плетала тазы по 20 литров и больше почему тут это мне кажется маленький 10 литров мешает в общем то объем 104 сантиметра все мы потом делаем размеры всякие исчисления уже делаем сантиметрах 104 объем 104 объем так теперь чтобы высчитать вот это все мы делаем так обхват ведра 104 плюсуем 8 сантиметров это на объем на пухлость так плюс 8 сантиметров делим это все на количество стоек 36 ой на количество стоек на на количество отверстий 36 отверстий умножаем на высоту стойку высота высота стойки у нас измеряется друзья мои измеряется от внутреннего отверстия внутри таза до нижнего вот 20 сантиметров ну плюс еще возьмите если тут еще пухлость немножко но 22 сантиметра вот 22 сантиметра это высота стойки умножаем на высоту стойки так делим на ширину ротанга на 0,7 плюс плюсуем еще раз высоту стойки 22 сантиметра плюс расстояние между отверстиями расстояние между отверстиями мы уже написали 5 сантиметров и прибавляем сантиметры на орнамент на рисунок на декор этого тазика вот ну здесь я думаю что у меня будет но возможно небольшая волна либо коса прибавим на это где-то 15 сантиметров вот 15 сантиметров но сейчас я посчитаю на телефоне и потом включусь и вам скажу сколько у нас будет уже длина вот длина этой лозы потом в комментариях в этом видео я напишу размер стойки плюс глаза вот и что еще хотела сказать ну и все считаем и потом вот это расстояние которое получается размер умножаем на 2 например получается у нас где-то метр пятьдесят умножаем на 2 3 метра и 3 метра у нас это получается две стойки и две лозы поэтому три метра у нас 36 стоек но мы не делаем три метра по 36 до 36 стоек по три метра а мы делаем восемнадцать 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 отрезков по три метра но все считаем потом я включусь еще буду дальше рассказывать доших доших дошろнов дошло до ушла со vault